Арлхун Курмета Арптистер Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. С 1 сентября началась акция по легализации имущества, включая деньги, в соответствии с законом, подписанным главой государства 30 июня текущего года. Акция продлится до 31 декабря 2015 года. Сегодня более подробно о ходе легализации денег и имущества нам расскажут вице-министр финансов Республики Казахстан Ардак Морзабайович Тенгибаев и заместитель министра юстиции Республики Казахстан Бахызжан Жарыл Касынович Абдрейм. Мы благодарим вас за участие в нашем брифинге и Ардак Морзабайович, пожалуйста, вам слово. Хайрлы күн, хорметті журналисттер! Уіздеріңізге мәлім, жаң айтылып кетті. Казахстанда бірнші күркі екті. Мүлікпін капитал жарияету бойынша акция басталды. Акшаны жарияету туралы ойды. Еліміздің президенті ағымдағы жылғы 11-ші сәуірде болған ұлттық инвесторлар кеңесінде айтқан болатын. Жарияетудің алғашқы үш күні ғана өтседе, біз қалыптың қызық ұшылғы туралы айталамыз қазіргі таңда. Бірінші күнінің өзінде ғана Астана қаласының әкімдігіне 140-тан асам адам жүгінді. Ал әқтөбе олысында 70-тен асам адам жүгінді. Енді айта кететін бір жағдай бар. Алымды жарияету үшін алым сонмасын аударуға бюджеттік сынып таушытың арнайы код ашылды. Ол кодтың нөмірі 206-110. Тағы бір атап өтінгегін жағдай. Нейіні жарияетуге болатын қысқаша тоқтайын. Ақшаны жарияетуге болады. Бағалы қағаздарды. Жаңды тұлғаның жарғылық капиталында қатыс өлесін. Басқа адамға ресімділген Қазақстан Республикасының аумағындағы құрлыс нормаларымен қағидаларына сондаяқ жарияетуші субектіге меншік құқында тиесілі жер үчаскесінде салынған мақсатына сәйкес келетін жылжымайтын мүлікті. Жаңды тұлғаның жарияетуге болады. Для того, чтобы легализовать имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, необходимо будет субекту легализации обратиться в комиссии по легализации при местных акиматах. Для проведения данной процедуры необходимо будет предоставить заявление и копию удостоверения личности, а также в случае легализации недвижимого имущества, дополнительно представляются заключение аттестованного эксперта на соответствие объекта строительным нормам и правилам, а также технический паспорт объекта недвижимости. Что касается легализации имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан, для этого нужно будет субекту, который хочет легализовать это имущество, обратиться в комиссии, которые созданы при территориальных подразделениях Комитета государственных доходов, но это бывшие налоговые органы. В данную комиссию необходимо представить заявление, копию удостоверения личности, а по недвижимому имуществу, который находится за рубежом, и доле участия, нотариально-засвидетельственную копию правоустанавливающего документа, а по ценным бумагам документ, подтверждающий право собственности. Также нужно будет представить документ, подтверждающий стоимость приобретения, или если этого документа нет, то документ, подтверждающий оценку стоимости, и представить копию квитанции об уплате сбора. Что касается денег, по данному вопросу необходимо будет обратиться в банки второго уровня и в ООО «Казпочта». Хочу еще раз остановиться. Для легализации денег в каких-то случаях потребуется уплата сбора, поэтому код платежа по данному сбору 206-110, как я уже ранее отметил. Хотелось бы отметить, что нынешняя легализация действительно в Казахстане уже третья по счету, и у этой легализации на сегодня имеются некоторые отличия, в отличие от предыдущих легализаций. Во-первых, деньги можно держать на счетах в банках второго уровня или в «Казпочте» в течение пяти лет, получая при этом рыночное вознаграждение. Во-вторых, при желании досрочного использования денег, можно инвестировать эти деньги в экономику Казахстана без уплаты сбора, путем приобретения государственных ценных бумаг, облигаций банков второго уровня, а также национальных управляющих холдингов и компаний, а также приобретя акции в рамках программы народного IPO. И, естественно, ценные бумаги, которые размещены на казахстанской фоновой бирже. В-третьих, есть возможность гражданам, легализующим деньги, приобрести объекты в рамках второй волны приватизации. Если гражданин, легализующий деньги, не хочет использовать вышеуконцентные механизмы инвестирования, а хочет просто воспользоваться этими деньгами по своему усмотрению, то эта возможность тоже предусматривается законом. При этом просто гражданину необходимо будет уплатить 10% сбора за легализацию от суммы легализуемых денег. Заявление на легализацию имущества будет приниматься до 30 ноября 2015 года, а заявление на легализацию денег до 31 декабря 2015 года. Месячный срок берется на рассмотрение заявления по имуществу. Хотелось бы отметить следующий момент. Как вы знаете, с 2017 года в Казахстане будет вводиться всеобщее декларирование доходов. Об этом вчера глава государства также отметил на открытии сессии парламентской. И нынешняя легализация, по сути, является преддверием к переходу ко всеобщему декларированию. Поэтому есть возможность нашим гражданам воспользоваться данной легализацией и показать все свои доходы, все свои имущества, деньги и так далее. С тем, чтобы в дальнейшем не было вопросов и не было проблем при переходе ко всеобщему декларированию. То, что касается непосредственно самого проведения легализации, хочу отметить, что при акиматах районных, созданы городских, созданы комиссии уже сегодня, они работают. Вся нормативная база по работе данных комиссии сформирована, постановления правительства уже приняты. А то, что касается легализации имущества, которое находится за рубежом, то здесь, я уже говорил, необходимо обращаться в налоговые органы, сейчас называются органы госдоходов. Там тоже все комиссии, все вопросы уже сняты, все создано. Информация по легализации размещена на портале электронного правительства, в разделе налоги и финансы, можно открыть там страницу легализации имущества, и если какие-то вопросы будут возникать, то можно получить дополнительную информацию. Спасибо за внимание. Спасибо. Бахчан Зарукасыныч, пожалуйста, вам слово. Салам отстарма, хоромет көремендер. Бірнеше күркек-тен бастап, үлкен науған басталып жатыр. Сездерге мәлім, осы бірнеше күркек-тен бастап, жыржымайты мүлікті жария етті, және ақшаны, заңдастыру, заң күшіні еңіватыр. Осы жаңа мен мәртесім, тенге байық Мұрза өзінің сөзінде атакпетті құр. Осы ек күнде қаншама обыстардық комиссияларға арыз түсі батыр. Қалық бұның бәрін түсіне білді. Қалық бұған лүкен сейін өлдік қатқар батыр. Жүтіп осы заңмен беріп атқан ерекше мүмкіндікті байланы батыр. Бұл жүрде ең біріншіден мен өзінің атакпетті ендегенім. Бұна әсіресе жылжымайтын мүлікке байланысты, бұна ауылды жердегі қалық осы өзінің жаға соққан ғимараттарын, немесе үйлі өрінің басқа құрлыстарын осы заң арқылы байланып, тез уақытта заңдастырылады. Ал енді ол енді бұрынғы жолымен жүлетін боса, бұндай заңдастыру жолы бірнеше ай, немесе жылалат деді. Ал енді мұна заңға байланысты, сіздерді сол жер өтчасқыне жынаға өзінің үзінің құжатыныз боса, жер заң түрінде сізге берілсе, сіз өзінісі осы бүлікті, жылжымайтын бүлікті тез уақытта, заңда көрсетілген вақытта тіркеп өзінің еліңізге байланылысыдар. Сол септі мен тағы да ұсы қазақстан ұзыматтарын шақырам, ұсы акцияға белсендікті түрді қатсыңыздар, ұсы мүмкіндікті байланыздар. Жене өздеріңіздің жынағы жылжымайтын мүлікті, ұсы қазақстан қиң қатсызды, мүмкіндікті түрді қатсызды, Рахмет, уважаемые коллеги, пожалуйста, у вас есть возможность задавать интересующие вас вопросы. Подходите к микрофону, представляйтесь. Регионы также я прошу принимать активное участие. Пожалуйста, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, обязан ли субъект легализации представлять декларацию о легализации в налоговые органы? То есть это обязательно или нет? И какие вообще необходимые документы для этого? Спасибо. Камжа, Убирь. 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 Однако Министерство культуры, по словам нацпалаты, заявляют о том, что это не культурно-досуговые организации, это просто организации, которые занимаются прокатом фильмов, и они не попадают под этот запрет. И они заметили, что направили письмо в Министерство финансов. То есть мы хотели бы у вас уточнить, действительно запрещено ли продавать алкогольные напитки в кинотеатрах, и будет ли какое-то действие, какой-то ответ от налоговых органов по этому вопросу? Знаете, вопрос не совсем идет по нашей тематике сегодняшней заявленности, но если вы желаете, вы можете дать некоторые комментарии, либо же мы этот вопрос после пресс-секретаря, вы можете потом обратиться. Если есть возможность напрямую обратиться, хотелось бы сейчас ответить. Я хотел бы ответить, что действительно в культурно-досуговых организациях или учреждениях запрещена реализация алкоголя. Определение, относится ли это к культурно-досуговым или не относится, действительно Минкультура. Если Минкультура дает официальную позицию о том, что это кинотеатр, не культурно-досуговые учреждения, правда непонятно тогда, что за учреждение это будет, то, естественно, вопросов по реализации алкоголя или алкоголя спиртных напитков не возникнет. Мы сейчас должны получить официальную информацию и потом мы можем, хотите, письменно можем представить. Хорошо, спасибо. Вопрос в том, что ему не нужно идти ни в какую комиссию, потому что легализация денег будет проводиться только через банки второго уровня и Коспочту, как я уже говорил. И, естественно, ни о каком объяснении, откуда эти деньги получены, не будет представляться. Единственное, я еще раз говорю, если человек все-таки получил эти деньги в результате совершения преступлений, которые предусмотрены законом и которые не подлежат легализации, естественно, эти деньги завтра не должны подлежать легализации. Он не должен нести их легализовать. Все понятно, спасибо. И, Бахачан Жирокосинович, вопрос такой. Скажите, вот человек принес финансы, все, амнистирован капитал его, либо амнистирована его недвижимость, но после он совершает какое-то правонарушение. Будет ли вот эти вот амнистированные моменты как-то учитываться при разбирательстве судебных, отягчающие обстоятельства? Ну, вот такой момент. Хорошо, я хотел бы сперва ответить на предыдущий вас вопрос относительно того, какие действия они подпадают под закон о легализации. В законе о легализации в статье 3 пункте 2 определен перечень преступлений. Лица, которые совершили эти преступления, безусловно, не могут легализовать свое имущество. Кроме того, есть ряд ограничений, в отношении какого имущества не допускается легализация. Ну, в частности, не могут быть легализованы деньги, которые вам получены в банке в качестве кредита. Не подлежит легализации имущество, в отношении которого имеется спор в суде. То есть вот такие ограничения в статье 3 пункте 2, они прописаны, поэтому надо иметь в виду, что под данную категорию правонарушений, преступлений, люди не имеют права легализовать имущество. Но это очень узкий перечень, скажем, ограничений, поэтому практически большая часть людей может легализовать имущество и финансы. Что касается правовых, то есть юридических последствий для лиц, которые совершили после легализации какое-либо преступление, это прежде всего зависит от того, какое преступление им совершено. Гражданский, точнее, уголовный кодекс предусматривает санкции за разного рода преступления. И если в качестве санкции за то или иное преступление предусмотрена конфискация имущества, а это имущество уже будет числиться его имуществом, юридически закрепленным за ним имуществом, то, безусловно, по приговору суда данное имущество может быть конфисковано и передано в доход государства или же иным путем выбит из его владения. То есть это зависит от конкретной нормы уголовного кодекса и инкриминируемого этому гражданину. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Камила Мирова. Бахаджан Жалкосанович, могли бы Вы пояснить, для каких целей необходимо предварительно предоставлять технический паспорт в комиссию о легализации, так же, как и где его можно получить и на какие сроки он выдается. Спасибо. Во-первых, технический паспорт должен для того, чтобы знать идентификационные характеристики данной недвижимости. То есть без нее идентифицировать недвижимость невозможно. Но Вы можете и без технического паспорта подать заявление. Если у Вас нет технического паспорта, я думаю, что одна из целей этой акции состоит в том, чтобы для лиц, которые имеют имущество, которое построено в разное время, по разным основаниям, чтобы они его легализовали, то есть ввели в гражданский оборот. Поэтому они подают заявление. Эксперты, аттестованные эксперты выезжают, проверяют данное имущество на предмет соответствия его строительным нормам и правилам. После этого готовят технический паспорт. И все это передается в комиссию по легализации, которая принимает решение о том, что это имущество легализуется. Я бы хотел отметить, что вот эта норма о том, что должно быть предварительное техническое обследование объекта недвижимости или же наличие паспорта. Эта норма введена была по результатам опыта второй легализации, когда решение о техническом обследовании недвижнего имущества принималось уже после заседания комиссии. И опыт показывает, что появились разные, скажем, характеристики того или иного объекта недвижимости. Для того, чтобы исключить какие-либо, скажем, возможные злоупотребления, может быть, неточности, чтобы сделали таким образом, чтобы предварительно был технический паспорт или же выезд эксперта на место, чтобы он провел соответствующий обмен. И после этого они его могут получить через ЦОНы, через Центры по регистрации недвижимости. Законом установлены сроки для получения такого рода документов. То есть в отношении квартиры или комнаты в общежитии вы можете в трехдневный срок получить технический паспорт. В отношении дома вы можете получить до семи дней в такой срок. В отношении более крупного имущества, то есть до тысячи квадратных метров недвижимой имущества и свыше этих тысячи квадратных метров недвижимой имущества, вы его получаете в срок до 10 дней, поскольку это требует выезда соответствующих замеров технических исследований, обследований. Здравствуйте, Вечерний Астана Шопан Рахимова. Скажите, пожалуйста, как легализовать имущество, живя в одном городе, живя в другом? Можно ли вообще попросить родственников легализовать имущество? То есть дистанционно как это сделать? Ну, я думаю, что если у вас есть человек, которому вы можете выписать доверенности, то никаких юридических проблем для того, чтобы ваш представитель подал заявление в соответствующую комиссию, не существует. То есть там уже будет ваш представитель, заявление ваше и копия удостоверения личности. Там практически ваше личное участие тоже не нужно, просто нужно знать адрес, юридический адрес объекта, который будет подлежать легализации. Поэтому такая форма решения вопроса, она допускается действующим гражданским законодательством. Казах тілінде айтберсеніз, осынан? Болын жердей шықандай, заң жердей шықандай кедергі жоқ. Сізуызуыз босы жылжымайтын мүлікті заңдастарамыз десеніз, басқа адам арқылы сізуызу адамға сен мұхатынызды білдіріп, сол сезамда көрсетілген құжаттарды. Яғни, сіздің куайлегіңізді, арызыңізді, жүнесі сол арызды көрсетілген жылжымайтын мүліктің адресі болу көріп, соны қамүлік қай жерде түркілген жерге сол комиссияға арызыңызды жібересі, сіздің адамыныз, яғни, сіздің өкіліңіз сөз жерге құжаттарды апарып, тапсырады, содан кейін онын жынақ техникалық құжаттары болмаса, ғарнайы сарапшы шығып, соны бәрін зерттеп, санап, соны жынақ техникалық құжатын дайын дайын. Алайында техникалық құжаты боса, сон техникалық құжатымен сіздің арызыңыз, яғни, сонымен бірге сіздің көәлігініз комиссия кедетті, сөз жүрде комиссия шешім қабылды, сіздің жынағы мүліңіз жарияланды деген шешім шығарады. Ол шешім шығасын, мүлікті комиссия жарияланды деген шешім шығарғасын, сіз ол комиссияны шешіммен жынағы жұрмайды мүлікті Түркейдің ортанықтанға барып, со жүрде со жұрмайды мүлікті Түркеге өткізі көрек. Түркеге өткізгесін сіздің мүліңіз әртүрлі азаматтық қайналымға қатсалады. Дәверіністі беру үшін сол қалаға бару керікпі? Дәверіністі беру үшін қалаға бару ғажет емесі. Дәверіністі өзіңіз тұрбатқан қалады берілісі жынағы сенім қатты. Одан кейін сіздің жынағы адамыз... Почтарқылы жүвері берім сол күсіген салды. Сенім қатты берген адамыз өзі барады. Сенім қатты берген адамыз үшін қалады. Можете эту цифрлю назвать? Примерно хотя бы. Айсады. Я вначале своего выступления отметил. У нас есть сведения по двум регионам, даже по трем регионам. 21 человек обратился в акиматы Акмуринской области. 141 человек обратился в акиматы города Астаны. Это постоянно на вчера информация была. И 70 человек обратился в акиматы Акмуринской области. Остальная информация сейчас подводится. Я думаю, что мы уже будем иметь ежедневную информацию. В налоговые органы пока еще не обращались. При этом я разговаривал с Нацбанком. От банка второго уровня поступает информация о том, что люди пока обращаются за разъяснениями, как применить данный закон. Но заявлений еще не было. Они говорят, что в этом делımız нет. Это понятное, которыело учитывали нашу информацию о том, что утверждает thought actweev. Спасибо за внимание. В этом году в 90-м году появилась информация о том, что в 90-м году в 20-м году появилось знание. пыкаре войнче 19 жаром 20 поезд біздің көленкелек экономикады жүрген ақшамыз бар ол кішкентай ремес жаңа кәсіпперден бастап регасперге дейін қатынастын бір сондықтан ол көленкедегі бұл регализацияның үлкен бір мақсаты жаңа көленкедегі жүрген ақшамызды көленкедегі жүрген қаржыны жарып қашығарып жұрттар қолдануалысын деген мақсаттен жасалып отырған мақсы сондықтан сол жаңағы жарық қашыққаныген олақша бен пайдалануға мүмкін жүрген беру бірік Әрегі әсіппері болсын кішкентай әсіппері болсын орташа әсіппері болсын оған ешқандай неші жоқ айырмашылығы жоқ Жаңыз алу түк компания қандай добра бектері сатқанда қаншаға сатты қандай сатылды ол туралы ашық ақпарат жүрген сарыпшылар Әрегі ашық ақпарат бар өткені оның бәрі ауызсон арқылы сатылып ауызсон туралы бүкіл мәліметтің бәрі өкіметтің порталына шығардылатын болады немесе қаржы министрінің порталында шығардылаты ол қандай айпектер сатылыпатыр оның бәрі ашық түрде жәрелің батыр өткен оны ашық түрде жәреліңесе кім бар сатыпалатын кім білет не сатылыпатырған сондықтан оның бәрі ашық ақпарат есебінде өкіметтің порталында Гөк әкі әмірі что-тқасайда жәрелің бәлің әйкеш түрде жәы хан ашы әттің ақарат өле үн б사를 алуы озар докумені қаң күрде жәрелірні Türңызд耕ғую қой유сен что это не соответствует правде, потому что по оценкам экспертов теневая экономика в Казахстане составляет порядка 19,5%. Естественно, на мой взгляд, часть этой теневой экономики приходится и на мелких предпринимателей, на средних предпринимателей, какая-то часть приходится и на крупных предпринимателей. Поэтому говорить о том, что легализация направлена только на крупный бизнес, я думаю, что это неправильно. То, что касается приватизации объектов, которые будут реализовывать и сам РУК Казна, непрофильные объекты, и гособъекты, которые будут реализовываться в ходе второй волны приватизации, это незакрытая информация. Информация об этом имеется и на портале правительства, информация об этом имеется и на сайтах Министерства финансов, на сайте госреестров, и там есть четко, какие объекты выведены на реализацию, как можно участвовать, какой механизм, какой в порядке реализации, все это указано. Поэтому я думаю, что нужно просто людям, которые хотят участвовать в приватизации второй волны приватизации, им нужно будет выходить на сайт и там сомат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По доходу, который получил бюджет от второй легализации, порядка 60 миллиардов деньги в 2006-2007 году поступило в доход бюджета по сбору за легализацию. То, что предполагаем в поступлении по этой третьей легализации, очень тяжело предполагать. Почему? Потому что законом предусмотрено очень много инструментов, при использовании которых сбор за легализацию не платится. А то, что касается предполагаемой легализации недвижимого имущества, находящегося за рубежом, по которому сбор обязательно уплачивается, там тоже, к сожалению, какой-то информации более-менее понятной нет. Поэтому прогнозировать сейчас поступление сбора за легализацию очень затруднительно. Но мы предполагаем, что раз государство в законе дало очень большие возможности, механизмы для использования легализованных денег, все-таки сбора должно упасть в минимальное количество. Продублируйте на Казахстане. Продолжение следует... В будущем с этого имущества будет уплачиваться налог на недвижимость. Это имущество может быть различным образом использовано при кредитных операциях в качестве залога. И таким образом это будет способствовать интенсификации экономической деятельности в нашей стране. То есть надо и это обстоятельство иметь в виду, что это одна из целей данного закона. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...